Всем привет, ребята! Вы на канале Сашка Борщ, с вами Саня. И сегодня пойдет такая приятная беседа о том, что такое читмил, что такое читдэй. В принципе, это такие смежные понятия, только немножко расскажу попозже, что это такое. И в самом конце видео, ну ближе к концу, я уже расскажу, когда можно этим заниматься, чтобы не было особо серьезных последствий, чтобы не затормозить свою диету. В общем, пока рекомендую подписаться на канал, поставить лайк. Я сейчас снимаю очень много игрушек, одну, Транспорт Фивор 2, посмотрите, кому будет интересно. Я не буду рекламировать игрушку, кому будет интересно, посмотрите. В общем, видео будут до этой тематики тоже выходить. Короче, читмил. Как с английского, чит это типа жульничество, в общем, это как бы так и есть. Это прием пищи, который не ограничен. То есть вы сели, и за один присед сможете съесть хоть там, не знаю, хоть 3000 калорий, хоть 4000, сколько влезет, в общем, как говорится. Ну, это основано на том, что организм, в принципе, все калории все равно не усвоит, в общем. И один раз в неделю это делать можно. Но не чаще, не чаще. То есть один раз в неделю это все, это пик, потолок. Чаще нельзя точно. А потом я сейчас расскажу, как можно, ну, еще вообще, какие, чем руководствоваться при выборе частоты, того самого читмила, либо читдэя. Читдэй это еще более растащенная версия читмила. То есть читдэй, как вы понимаете, дэй это день. И вы понимаете так, что читдэй это именно то, что можно есть целый день. Все, что хочешь, короче, набирать там неимоверное количество калорий. Есть, есть, есть и не краснеть при этом. В общем, теперь давайте расскажу. Мое видение, то есть проблемы, как бы вообще, в общем. Получается так, что читмил и читдэй можно проводить вообще идеально. Если вы только начинаете худеть, то ближайший читдэй, который вы можете себе провести, это не раньше, чем через месяц. Это мое мнение. То есть нужно минимум 3-4 недели, желательно 4. Вообще в идеале вообще 2 месяца. То есть чтобы вы, это не только психологические там и как бы и вообще условия организма. Это здесь, ну, я рекомендую делать для того, чтобы вы, вы просто можете, во-первых, сорваться. Во-вторых, у вас еще как бы организм не настроен на жиросжигание. То есть вы не осознали вообще, как правильно делать. То есть теперь, например, я уже этим занимаюсь больше года. Я знаю, что надо делать, как надо делать. То есть мне уже не надо никаких дополнительных источников. То есть я сам знаю, что я делаю так, что я делаю не так. И как сделать правильно, как сделать неправильно. Как, то есть, допустим, перестать есть там тоже самые продукты, которые не надо. В общем, короче. нужно, во-первых, привыкнуть сначала, первый месяц, вы вообще абсолютно строго соблюдаете диету, потом уже можно какие-то делать поблажки себе, ну, нежелательно, лучше два месяца, тогда вы уже будете осознавать, что вы делаете так и не так, то есть, ну, вы не будете самообманом заниматься, в общем, такая вот тема. Получается так, что для себя я выбрал такой вариант, что я буду делать себе читмил раз, ну, читмил, наверное, не буду, буду сразу читдай делать, потому что, потому что, если есть такая возможность, то почему бы и нет. В общем, короче, буду делать одну неделю, через неделю, то есть, получается, вот, воскресенье, следующее воскресенье, потом две недели в это воскресенье, потом опять неделю, две недели, неделю, вот такого плана, потому что организм не должен привыкать к строгому графику, если вы будете каждое воскресенье, вы будете ждать этого воскресенья, будете планировать себе туда-сюда, это как бы не очень хорошо, это войдет в привычку, плохо, такие привычки приучать не нужно организму прививать, поэтому нужно чередовать, неделю-две, неделю-две, если хотите, три, это будет более эффективно, то есть это все равно как бы немножко портит эффективность диеты, но разгружает психологически, вы не будете думать, что всю жизнь, блин, опять терпеть эти диеты, дону его в баню, когда-нибудь сорветесь. А так вы знаете, что воскресенье наступит, и вы можете хоть торт, хоть два торта, хоть торт просто запить жидким сахаром, что хотите, вообще просто нет ограничений. Понятно, да, это замедлит немножко диету, но в конечном итоге, знаете, как лучше один раз остановиться, чем остановиться потом, сломавшись навсегда, поэтому лучше сделать остановочку и поехать дальше. В общем, такие мысли у меня по этому поводу, в общем, всем спасибо за внимание, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok